Приветствую вас! И есть условно две части того вопроса, той ситуации, которая с вами произошла. Первая часть это то, что вы накричали на водителя, и накричали вы потому, что с вами произошла определенная неприятная ситуация. А именно, водитель не остановился на остановке, когда вы голосовали. Соответственно, вы сами стыдитесь своей реакции. То есть вы считаете, что вы поступили неправильно здесь. То есть вы понимаете, что недовольство выразить было правильно, вот выразилось оно у вас слишком сильно, несоразмерно, несоразмерно тому, что с вами произошло. И вы именно переживаете, потому что не понимаете причины. Вот почему я так не кричал на него, почему я так прореагировал. Ну да, он был неправ, но он поступил не очень хорошо, но кричать на него не стоило. Вы не понимаете, почему вы это сделали? А все это сделали вы это потому, что крик является следствием ваших внутренних переживаний, которые у вас имелись еще до того, как произошел неприятный случай. То есть у вас есть повышенное нервное напряжение, некий неразрешенный конфликт, некое противоречие внутри, которое не дает вам быть спокойным, быть в гармонии, быть на ровной, спокойной волне самой собой. Либо эта ситуация для вас является аффективным повторением бывшей когда-то ранее подобной ситуации, когда человек проигнорировал вашу просьбу. И вам эта просьба была очень важна, но он ее проигнорировал и сделал потом, когда вам уже было не так нужно. Вы это очень сильно переживали, но тогда эта ситуация была перечита не до конца, эмоции выражены не полностью, и ситуация не была завершена. И сейчас в нос столкнулся с подобным. То есть получается как бы архетип ситуации. То есть ситуация, когда вы нельзя это в человеке, о чем-то его бросите, он этого не делает, и вот ваша реакция. Обратиться в этом случае нужно к той первой ситуации, которая с вами произошла, и по возможности подробнее ее разобрать. Если решение имеет место первой случай, а именно внутреннее противоречие, конфликт, или повышенное нервное состояние, то также необходимо выявить причины этого состояния, чтобы разрешить его, исключить повторение подобной реакции в будущем. Когда вы сами для себя поймете, почему вы так поступили, почему вы так проявили себя, то есть накричали, вам будет легче. Потому что вы осознаете причину следственного связи между тем, что произошло, и тем, что было. Ситуация будет завершена, и картина станет единой, и вы сможете адекватно ее воспринимать. А после этого вы направите свои силы на то, чтобы подобного больше не повторилось. А именно, причины внутренней такой реакции мы или вы уберете, а перед водителем, если еще раз его встретите, вы извинитесь. Но извиняться нужно тоже достаточно тонко. Извиниться вам нужно за форму, то есть за крик, но не за смысл. Ибо вы действительно правы в том, что водитель должен остановиться на остановке, если вы голосуете. Он не сделал это по своим собственным причинам, и это было непрофессионально. Но за форму, вам измениться стоит. И если вам от этого будет легче, то сделайте, ну, не обязательно. И вот тогда все приятные случаи для вас забудутся. И больше таких эпизодов в вашей жизни не произойдет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!